Здравствуйте, ребята! Сегодня у нас урок русского языка в одиннадцатых классах с кыргызским языком обучения. Наша тема – сложно подчиненные предложения с несколькими передаточными видами подчинений. То есть мы с вами будем изучать, как же передаточные предложения соединяются с главной частью сложно подчиненного предложения. Перед нами такие цели. Мы с вами вспомним и углубим знания о типах подчинения предаточных предложений в сложно подчиненных предложениях с несколькими предаточными. Учимся правильно расставлять знаки перепинания в сложно подчиненных предложениях, а также умение правильно строить сложно подчиненные предложения. Продолжим формирование привычки к труду к самостоятельному усвоению материала. Мы с вами знаем, что сложные предложения бывают союзного, бессоюзного вида. А союзные предложения это сложно сочиненные и сложно подчиненные предложения. Сложно подчиненные предложения бывают с предаточными, обстоятельственными, определительными и изъяснительными. Мы с вами из материалов девятого класса знаем, что сложно подчиненные предложения это тип сложного предложения, где одно предложение подчиняется другому. И что все сложно подчиненные предложения состоят из нескольких простых предложений, которые соединяются с главной частью сложно подчиненного предложения. Эти простые предложения, которые составляют одно целое сложно подчиненное предложение, связываются с главной частью вот такими способами. Однородное подчинение, неоднородное подчинение, последовательное подчинение и комбинированное подчинение. Что такое однородное подчинение? При однородном подчинении передаточные предложения одинаково по значению, относятся к одному слову в главной части или ко всей главной части. Например, Мересиев вдруг ощутил, что машина ему послушна, что он чувствует ее во всем. Здесь главное предложение. Мересиев вдруг ощутил. Первое передаточное – это машина ему послушна. Второе передаточное – он чувствует ее во всем. В этом предложении первое передаточное и второе передаточное предложения относятся к главному предложению. Мересиев вдруг ощутил. Следующий вид подчинения – это неоднородное подчинение. При неоднородном подчинении передаточные предложения могут относиться к разным словам главного предложения. Такие передаточные разные по значению и отвечают на разные вопросы. Например, когда все экипажи проехали, толпа хлынула и вынесла его на площадь, которая вся была занята народом. Здесь два передаточных. Первое передаточное – время, то есть обстоятельственное. Второе – определительное. Они соединяются с главным неоднородным соподчинением. Первое передаточное относится к слову «толпа», а второе передаточное – к слову «площадь». Посмотрите схему предложения. Третий вид – это последовательное подчинение. В сложно подчиненных предложениях с последовательным подчинением или цепочкой. Первое передаточное относится к главному. Второе передаточное – к первому. Третье передаточное, если оно есть, ко второму передаточному. Например, Нехлюдов увидел у подъезда несколько экипажей и вспомнил, что нынче у Масленникова был тот приемный тип. Следующий тип подчинения передаточной части к главной части – это комбинированный тип. Комбинированный тип подчинений предаточных. Посмотрите в этом предложении. «Когда Бричка выехала со двора, Чечиков оглянулся назад и увидел, что Собакевич все еще стоял на крыльте и приглядывался, желая узнать, куда гость поедет». Здесь в начале предложения стоит первое передаточное предложение, затем идет главное предложение, потом второе передаточное, за вторым третье передаточное. Первое и второе передаточное предложение относятся к главному. И это у нас однородное подчинение. А теперь переступим к знакам перпинания. Между несколькими передаточными частями иногда запятая ставится, а иногда нет. Давайте мы с вами посмотрим. Запятая ставится в следующем случае. Между однородными передаточными несоединенными союзами. Например, «Мой дом везде, где небесный исход, где только слышны звуки песен». Здесь между главным предложением и предаточными предложениями и между предаточными предложениями ставится запятая. «А в предложении, мягко улыбаясь, Чехов говорил друзьям, что небо будет в алмазах и что скоро все переменится, запятая не ставится. Потому что между однородными передаточными запятая не ставится, если они соединены одиночным союзом». В сложном предложении, состоящем из нескольких простых, связанных между собой различными видами связи, могут оказаться рядом сочинительными и подчинительными союзами. «По ночам к реке подвозили лес, и когда белый туман закутывал берега, все восемь рот настилали доски на обломке мостов». Здесь сочинительный союз «и» и подчинительный союз «когда». Нас интересует вопрос. Вот здесь мы с вами поставим запятую или нет? На стыке между союзом ставится запятая «тогда», когда после передаточного нет второй части двойного союза «то», «так» или союза «но». Обратите внимание и прочтите, пожалуйста, самостоятельно. Еще один прием, позволяющий выявить, можно ли на стыке союзов вставить запятую. Попробуем изъять часть предложения на стыке союзов. Например, «По небу слоились густые тучи, и хотя шел только третий час дня, было уже темно». Убираем первое предаточное. «По небу слоились густые тучи, и было уже темно». Изъятие «возможно», значит, запятая после сочинительного союза «ставится». Изъятие «невозможно», значит, запятая после сочинительного союза «не ставится». Например, «Ночью вершины старых лип терялись в небе, и если начинался сильный северный ветер, то звезды словно перелетали с ветки на ветку, будто на деревьях вместо них сидели маленькие светлячки». Здесь после сочинительного союза идет союз «если», а это предложение, первое предаточное предложение, «невозможно изъять». Здесь запятая «не ставится». Ребята, запомните. Иногда бывает так. Если передаточное однородное, и между ними стоит союз «и», то перед вторым передаточным повторяющийся подчинительный союз пропускается. Например, «В этот раз я уже самообрадовался, когда раздался звонок, и ко мне ввалился Юрка». Но этот пропущенный союз легко можно восстановить из контекста. «В этот раз я уже самообрадовался, когда раздался звонок, и когда ко мне ввалился Юрка». Посмотрите схему этого предложения. Ребята, давайте сделаем вот такое вот задание на закрепление. Здесь у вас дано предложение. А вы найдите, какой схеме из данных подходит данное предложение, и назовите тип подчинения предаточных предложений к главной части предложения. Это предложение. Когда я приехал в город, я узнал, что в художественном училище скульптурного отделения нет, оттого я не знал, куда идти. Посмотрите все четыре схемы, которые подходят к каждому подчинению, которое мы с вами проходили на сегодняшнем уроке. Каков порядок разбора сложно подчиненных предложений с несколькими предаточными? То есть алгоритм разбора сложно подчиненных предложений с несколькими предаточными. Первое. Находим грамматические основы. Потом выделяем главную и предаточные части. Задаем вопрос от главной части к предаточной. Четвертое. Находим средства связи в предаточной части. Это союз или союзное слово. Затем определяем вид или значение предаточного предложения по союзу или союзному слову. Составляем схему предложения. И последнее. Определяем способ подчинения предаточных и восстанавливаем теоретическое знание. То есть что мы знаем по данному заданию. Так, мы с вами подошли к выводам. Закрепим пройденный материал. Мы узнали о том, что есть четыре вида подчинений предаточных предложений с главной частью сложно подчиненных предложений с несколькими предаточными. Это однородное или параллельное подчинение. Неоднородное подчинение. Последовательное подчинение или цепочка. И четвертый тип. Это комбинированное подчинение, где есть и однородное параллельное подчинение, и последовательное подчинение. на этом наш урок окончен запишите себе домашнее задание найти из текста повести ранние журавли чинги зайд матово 5-6 предложений со сложно подчиненными предложениями с несколькими предаточными напишите в своей тетради затем определите ведь подчинение предаточных предложений к главной части и составьте схему спасибо за внимание до свидания с вами была учитель русского языка литературы високольского женского лицея имени зияша биттенова мурзаколова тумар а толпековна